Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Сегодня у нас тамузское доброе тамузское утро. Сегодня второе тамуза первое июля. Начинается первый, второй месяц лета. Второй месяц лета и мы продолжаем изучать Тору, потому что все меняется. Должна же быть в жизни какая-то устойчивая, устойчивая вещь, которая не меняется. В жизни обычных людей у них какая-то устойчивая вещь. Непонятно, потому что идеологии на протяжении моего поколения, например, я 73-го года рождения и я родился, уже был закат социализма такой, я помню, умер Брежнев, но как бы реально, насколько я помню, во всяком случае в моем окружении, реально никто не особо не переживал так, не ну, умер Брежнев, уже сколько лет он был, почти умер. Вот, и потом начался перестройка, потом началась, ну, вы знаете, что началось, и получается, что идеология, в которой я жил, она неустойчивая была. идеология родителей, она тоже менялась вместе с идеологией страны. Значит, что еще устойчивая? Физическая часть человека неустойчивая, тело, оно молодеет, потом стареет, ломается, болеет. Какая еще часть есть в человеке устойчивая? Не за что зацепиться. Поэтому Тора, Тора, это, она дает жизни такой фундамент и устойчивость. То есть, если есть у тебя, вот, есть Всевышний, есть Тора, есть заповеди, и это очень такая, появляется опора, опора, очень появляется хорошая опора. Все, и мы поэтому изучаем Тору, сегодня мы изучаем, продолжаем изучать книгу о Йом-Йом, сегодня день, и Альтер Эребе пишет такую вещь, что перед началом утренней молитвы следует произнести, вот я принимаю на себя заповедь любить ближнего, как самого себя. То есть, это Альтер Эребе пишет прямо в Сидуре, прямо в молитвените, а в принципе, знаю, что есть такая заповедь в Шелхана Рухи, или это, или это все-таки, может, в Шелхана Рухи. Нет, заповедь именно перед молитвой это говорит, но, по-моему, это обычай ввел еще Аризаль. В общем, здесь мы изучаем, что Альтер Эребе пишет в Сидуре, тут есть ссылочка, в молитвените, который он сам лично составлял по, это называется еще, молитвенник Аризаль, то есть, он изучал труды великого каббалиста, который жил где-то около 500 лет назад в Цфате, Аризаль его звали, и он, значит, вот это написал. И дальше он продолжает. Это означает, что заповедь о любви к ближнему, это врата, через которые мы можем войти, чтобы предстать перед Всевышним для молитвы. И лишь заслуга этой любви Творец согласен принять нашу молитву. Вот так вот он пишет. Очень интересная вещь. Значит, представим ситуацию. Вот вы становитесь молиться, да, у вас есть ваши личные взаимоотношения со Всевышним. И в ваших личных взаимоотношениях со Всевышним есть прославление Всевышнего, благодарение Всевышнему и просьба к Всевышнему. Теперь, если у кого-то есть претензии к Всевышнему, это не очень хорошо. Почему? Потому что, когда вот представьте ситуацию, вы стоите перед тем, кто хочет вам добра, и он всесильный. И вы, он хочет вам добра, и он вам делает добро. Даже если, когда он вас там где-то наказывает или что-то делает, это все равно добро. А вы к нему с претензиями, ты ко мне плохо относишься. Это же обидно. Ну, обидно было бы человеку, понятное дело. Всевышнему не обидно. Всевышний это царь царей. Ему это не обидно, но это является таким похожим на преступление. Даже, когда вы подходите к милиционеру и начинаете к милиционеру и права качать. Ты что на меня так смотришь, а? Я тебе что не нравлюсь, что ли? Понятно, это уже основание для того, чтобы милиционер начал с вами какие-то следственные действия производить. Поэтому возмущаться на Всевышнего, гневаться на Всевышнего, это неправильно. Теперь, но почему нельзя мне гневаться на других людей? Почему мне обязательно нужно возлюбить ближнего, как себя, для того, чтобы обратиться к Всевышнему с молитвой? Здесь очень интересно, я сейчас вспоминаю одну историю. Был такой раввин, Рав Йонатен Эйпшиц. Велитий раввин, и вот он как-то ехал через один город, и как раз он в этом городе оказался канун Йон-Кипура. И вот он оказался там в канун Йон-Кипура, и зашел на синагогу молиться Минху. Значит, молится он молитву, и уже Минха перед Йон-Кипуром, перед День Искупления Грехов, там есть такое понятие видуй, исповедь. И вот он на этой исповеди, он слышит, рядом с ним стоит человек, и он плачет, он реально плачет, и говорит, вот я полон стыда перед тобой, Всевышний, кто я, что я перед тобой, как я мог вообще там что-то делать. И он, значит, рыдает от всего сердца, плачет, такой пожилой человек уже. Этот Рав Йонатен Эйпшиц, он говорит, Габай это кто, ну такой как старосты, это синагодия, кто распределяет там все места. Он говорит, я хочу рядом с ним молиться. Он такой, он плачет, он своей молитвой прям пробуждает меня тоже быть таким же скромным, как он. И значит, все, начинает он молиться рядом с ним, на следующее утро, на следующее утро распределяют, кто, кому поднимают, кто ли. И его поднимают, кто ли пятам. И он этому старости, этому Габаеву говорит, ты кто, вообще тупица, начинает на него просто оскорблять, он говорит, ты кто вообще, ты понимаешь вообще, кто я, кто ты, как ты можешь так вообще меня вызвать, пятым, кто, ты что не знаешь, насколько важный человек, насколько я там праведный, святой, важный человек. Начинает на него прямо вот так вот кричать. Этот Равьон, Эпшетс, в шоке, то есть, только что он плакал, кто я, я вообще полон стыда, и там, как я мог вообще что-то плохое делать. И тут же он оскорбляет человека. И он к нему обратился и говорит, послушайте, вы же только что в молитве говорили, как вы полны там скромности, стыда и так далее. А он ему говорит, так это же я перед Всевышним, конечно, перед Всевышним, кто и что перед Всевышним, а перед этим дураком, так я наоборот, какой я великий человек. И вот тут как раз вот этот вот момент, о котором мы сегодня изучили, он виден. То есть, когда человек стоит перед Всевышним, да, в молитве, он понимает, что есть Творец Мироздания, Хозяин всего. Но когда он от него отворачивается на другого человека, ему кажется, что другой человек может действовать помимо Всевышнего. Нет, другой человек не может действовать помимо Всевышнего. Все люди, которые нас окружают, эти люди, это проявление Всевышнего в нашей жизни. Но я скажу еще больше одна деталь, что те люди, которые нас окружают, это проявление Всевышнего в нашей жизни. Но те люди, с которыми мы взаимодействуем у себя в голове, это производная нашего мышления. То есть, когда человек, вот он, его отношение к другим людям, это не действие других людей. Он очень часто этих людей не видел, не знает. он их действия трактует. То есть, у каждого из нас в голове живут образы других людей. Есть очень понятный пример, когда человек выходит выступать перед публикой, человек, который неподготовленный, он выходит выступать через публику, и у большинства людей есть страх публичных выступлений, они боятся. Получается, что, чего они боятся, они же не знают эту публику, у них нет опыта. Для них публика это как некий экран, как проекция, как экран в кинотеатре, на который они проецируют свои мысли об этих людях. Даже не мысли об этих людях, а мысли о том, что другие люди думают о них. И когда они начинают, то есть, большинство людей же в этот момент, они не отдают себе отчет, что они делают, они переходят на автоматический режим. И в этом страхе публики проявляется то, что они думают о себе и то, что они думают о людях, что люди плохо думают о них. Почему? Потому что они сами плохо думают о себе, они же не могут знать, что люди о них думают. Отсюда мы понимаем важность этого закона. То есть, когда ты становишься молиться, то в этот момент молитва, как молитва работает? Молитва это есть ты. То, о чем ты просишь Всевышнего, то, что ты говоришь Всевышнему, то, за что ты благодаришь Всевышнего, это ты. И особенно есть такая фраза, что человек, суть человека, это его просьбы ко Всевышнему, это его мечты, цели, стремления, это как бы выражает суть человека, что он просит, что он хочет. Теперь и ты, ты как бы в этот момент, как пленка такая, как раньше в кинотеатрах было, когда показывали фильм на экран, то крутили такую пленку, и был такой свет, и свет проходил сквозь пленку, и на экране показывался фильм. Здесь то же самое, ты стоишь перед Всевышним, и у тебя внутри проходит как бы пленка, твое мышление, твое миропредставление, твоя суть проходит перед Всевышним. В этой сути выражается твоя просьба ко Всевышнему, но там есть еще и все остальное. Если в этом всем остальном есть, возлюби ближнего как себя, то есть ты любишь мир, ты любишь людей, ты любишь, то ты любишь Всевышнего. А если ты любишь Всевышнего, так ты все от него получишь, у тебя пленка, она пленка очень хорошая. Но как Всевышний знает, ты любишь его или нет? Любить Всевышнего просто, как бы понятно, это Всевышний. А где твоя вера, что весь мир это он? Где твоя вера, что люди вокруг, это всего лишь проявление и отражение твоего к ним отношения? Где твоя вера в то, что надо соблюдать, там есть, не мсти, Всевышний сказал, не будь злопамятным, помогай. Там массу вещей Всевышний сделал, не говори злоязычия, не говори сплетни, не говори и не слушай. Где твой добрый глаз, когда ты должен все трактовать в хорошую сторону? Где твое доброе сердце? Там и так далее. То есть все это проявляется больше всего вот в этом вот то, что он сказал, люби ближнего как себя. Это сложно, потому что как бы и себя любить сложно, а ближнего еще любить, это еще сложнее. Но если ты хочешь, чтобы Всевышний слышал твои молитвы и любил тебя, и выполнял то, что ты просишь, и дал тебе хорошую жизнь, пожалуйста, сделай это. То это нам посоветовал, кто альтера рэбы в молитвените. Когда становишься молиться, значит первым делом возьми ближнего как себя. Дальше вторая книга. Вторая книга называется «Обретение неба на земле». И она начинается, это 365 высказываний любаяческого рэбы, которые в канадский раввин Фридман, по-моему, его фамилия, он взял и обработал в книгу «Обретение неба на земле». И вот он здесь приводит такую идею. Он говорит, рэбе плакал, когда произносил эти слова. Любавичский рэбе, он был очень великий человек, великий в торе, великий в делах. То есть он был, ну, величайший, один из самых величайших людей за последнее столетие, которые влияли вообще, в принципе, на мир. Вот тот мир, в котором мы сейчас живем, он во многом сформирован влиянием любавического рэбы. И вот он плакал, когда произносил эти слова. Какие слова он произносил, он же постоянно обучал, он писал письма, он занимался только тем, что он нес свет Всевышнего через заповеди, через Тору, через добрые дела. Он был такой, как создатель огромного влияния. То есть его посланцы, да, его представители, там больше 5000 человек, он послал в разные точки мира. В каждом месте есть его шалехи, его посланцы, называется это Дом Хаббада, Бейт Хаббад. Вот в любом городе зайдите, где тут Дом Хаббада, везде, где есть кока-кола, есть Хаббад. И вот, значит, и они продолжают его, выполнять его задания, приближать к Торе, приближать к заповедям. Ну, то есть молодцы, молодцы. И вот, значит, Рэбб и плакал, когда произносил эти слова. Какие слова? Вся жизнь Машера Бейну, Моисея, заключалась в Торе, которую он принес своему народу. То есть Машера Бейну, мы знаем, что он был пастух у Койна, у священника Медиана Итро. Он женился на его дочери. Вот он шел, спас овец, и тут Всевышний ему говорит, давай, иди, значит, в землю Египта, в Египет, иди, выводи еврейский народ из рабства. Он говорит, почему я? Причем тут я? Я 20 лет убежал из Египта, меня хотел убить фараон. Значит, я не хочу. Есть люди, которые более, я не знаю языка хорошо. Я здесь вот, спас овец, то есть он был очень скромный, он не хотел делать никаких лишних движений. Бог ему говорит, нет, говорит, иди. И вот он его послал, и Машера Бейну выполнял вот эту свою функцию, быть пророком Всевышнего, и полностью он убрал свою волю ради передачи воли Всевышнего. И вот он передавал эту Тору, и он сам был Торой, то есть он был как чистое стекло, через которое Всевышний разговаривал с еврейским народом, с миром, через Тору, да, то есть мы сейчас, весь мир такой, какой он есть сегодня, потому что в свое время Машера Бейну Моисей получил Тору, и еврейский народ принял Тору, и дальше еврейский народ нес эту Тору, потом ее перевели 2000 лет назад на греческий язык, назвали ее Септудианта, и вот этот перевод Септудианта, это основа христианской Библии, которая на 4 пятых состоит из Торы, а на 1 пятую состоит из других книг, там может быть на 3 пятых, плюс-минус, то есть нужно посмотреть. И, в принципе, ислам, это тоже, Коран, это выражение, это та же самая история, да, там в Коране есть и Моисей, и еврейский народ, выход из Едипта, то есть это тоже было основное такое, вот то, что было с Моше, это было основное событие, которое вообще в мировой истории, да, то есть ключевой момент, да, шаббат шалом всем, ключевой момент в мировой истории, это было получение Торы, передача Торы. И вот, значит, вся жизнь Моше заключалась в Торе, которую он принес своему народу. Тора была больше, чем учение, она была им самим, означало, что с ним Бог, то есть, как бы Тора, само слово, да, учение, знание, некое знание, человек живет в каком-то информационном поле, в информационном пространстве, и у каждого из нас, можно так сказать, есть своя Тора, да, но эта Тора, она состоит из отрывков, там, я не знаю, Яралаша какого-нибудь, книжечек разных там напихали, да, и так далее. То есть, внутренний, внутренний смысл, вот, информационного поля человека, это, это то, что он нахватался из разных источников, и оно внутри слепилось в такой вот снеговик, и он, значит, человек живет в своем снеговике информационном, а Машера Бейно, он жил в Торе, то есть, он сам был вот этим Тором, чистым передачей информационного поля Всевышнего. И, значит, однако, когда настал час выбирать между Торой и еврейским народом, он выбрал народ, и готов был разделить с ним свою судьбу. Все существо его было Торой, но в глубине своего естества, в самой его сердцевине, было единство со своим народом. И вот тут мы, опять же, можно связать это с предыдущим отрывком, что перед молитвой нужно сказать во авто, Лера Хакамохова, зуби ближнего, как себя, не сказать, а это почувствуя, да, то есть, почувствовать свое полное единство с другими людьми. И когда ты чувствуешь, что нет, вообще, в принципе, других людей нет, есть их отражение у тебя внутри. И их, как говорил царь Соломон, что как человек смотрит в воду и видит свое отражение, так сердце человека другого отражает твое к нему отношение. То есть, все это мир таких вот отражений в воде. И получается, что то, что твое отношение к другим людям, нет других людей, есть только ты. Если у тебя есть по отношению к ним гнев, ненависть, злоба, зависть и так далее, то это ты, это то, что есть в тебе. Теперь, и это легко почувствовать, потому что там Бог, это непостижимо. Это заповеди, это много, может быть, разных каких-то мнений, это все теория, это абстракция. А вот твое отношение с людьми, это факт, то есть, это то, что ты чувствуешь. Поэтому, кстати, сейчас стало понятно, почему в Пертьявод написано, что, сказал Раби Ханина Бендоса, тот, кого любят люди, того любит Бог. Коль шароха бреет ноах и мэна, роха маком ноах и мэна. Каждое, что дух, дословно переводится, создание, бреет. Ноах, это спокоен от него, значит, Всевышний тоже спокоен от него. То есть, используется слово ноах, приятен, спокоен. То есть, вот это вот внутреннее ощущение, при взаимодействии с другими людьми, это очень, оказывается, важная вещь. И Машар Абейнок, когда он выбирал, что для него важнее, Тора Всевышнему предлагал, давай я уничтожу всех людей, и в рейсе народ уничтожил, оставлю только тебя. Он говорит, нет, тогда и меня уничтожай. То есть, нет такого, что значит, Всевышний говорит, нет, я из тебя сделаю новый народ. Он говорит, смотри, если стул на трех ножках не устоял, это были Авраам, Искак и Яков, мы все потомки Авраама, Искак и Якова. Он говорит, так почему ты думаешь, что стул на одной ножке устоит? Я же тоже их потомок, что как бы физический мир, он все равно влияет на всех. И они были святые, ты их проверял Авраам, Искак и Яков. Но их потомство, оно тоже попадает под влияние внешнего мира. Так если ты сделаешь от меня, я же тоже из этих же трех ножек произошел. Ну да, кстати, интересно, что дети самого Маши Арабейну, они не пошли так по его пути, да. То есть, это очень интересно, что он передал, передал как бы управление юридическим народом своему ученику, Иошуа Бенуну. И его дети, они не были какими-то великими праведниками там или мудрецами. Они пошли своим путем. Хорошо, значит, это мы тоже изучили. И последнее сегодня, Хумаш, недельный раздел главы Хукат, как читают в Израиле, здесь идет перечисление последних стоянок. Последних стоянок перед тем, как заходили в землю Израиля, идет перечисление, значит, что жизнь это переход из одной стоянки к другой, из одной стоянки в другой. И ты постоянно по этому миру ходишь из со стоянки на стоянку, со стоянки на стоянку, попадая, как знаете, это напоминает уровни игры. Вот когда ты играешь в какую-то там компьютерную игру, и ты оказываешься, то ты во дворце, то ты в каком-то еще месте, то ты еще в каком-то месте. И вот этот мир, это точно как компьютерная игра, в которой ты попадаешь в разные ситуации, в разные места, Но главное, чтобы ты прошел этот уровень, соблюдая где добро, где зло, где заповеди, где преступления, и ты выполняя все эти вот действия магические, да, то ты собираешь, набираешься жизненной силы и потом переходишь в следующий уровень игры, где уже тела нет, а ты находишься уже без тела, но в каком-то виртуальном пространстве. Вот так вот все, значит всем. Спасибо вчера, да, женился мой старший сын, слава богу женился, слава богу все прошло хорошо, хорошо все прошло, прекрасно даже все прошло, все прошло так, как должно было пройти. То есть Всевышний, как он сделал, так это слава богу, Всевышний знает, как делать лучше, чем он в наших подсказках не нуждается, Всевышний знает, как делать. Мы можем создавать какие-то предпосылки, действовать. То есть мы создавали, действовали, а прошло идеальным, самым идеальным образом. Почему? Потому что свадьбы делает Всевышний, и все делает Всевышний, поэтому Всевышний не обижается. То есть сказать, что он не ошибается, сказать, что Всевышний плохой художник или плохой создатель, или плохой управляющий миром, это неправильно. Всевышний хозяин мира, он его создал, он им управляет. Все, поэтому спасибо Всевышнему за свадьбу. Шаббат шалом, чтобы был хороший шаббат. Всем я желаю, чтобы мы провели, почистили, сделали ревизию своего внутреннего мира и начали с Ваавта, Лера Хакамоха, возлюби ближнего, как себя, и Ваавта, это Шабел Каеха, возлюби Бога Всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И будет все хорошо. Шаббат шалом, и чтобы было полнейшее выздоровление, то есть, чтобы был внутренний шалом, чтобы был шалом в отношениях с близкими, и чтобы был шалом в отношениях со Всевышним, и главное, чтобы был шалом внутри. То есть, это то, к чему, в принципе, надо стремиться, к внутреннему такому шалому, чтобы хотя бы внутри не было конфликта между я и я. Потому что конфликтом, главное, начинается между внутренним конфликтом я и я. Мои желания и мои правила, мои устремления и мое желание не делать. То есть, главное, чтобы был внутренний шалом. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...